Мир вам и милости Аллаха. Мадхалиты, или те, которых на английском называют SS, что означает суперсалафиты, они и вправду супер. Для правителей и тех, кто сотрудничает и использует их как разведывательную службу, для них они точно супер. Их методология начинается с возражений против демонстрации, революций, подчеркивая необходимость быть послушными и повиноваться правителю. До тех пор, пока вы не увидите от него явный куфр, неверие. Так, мы хорошего мнения о них, и мы верим им. Это нормально. Мы не против этого. Но мы против чего? Если человек не согласен с этим, к примеру, касаемо вопроса протеста, они тут же называют его нововведенец, муптадер. Но погодите, погодите. Будьте честны и справедливы. Предположим, что у него есть эта проблема. Но, с другой стороны, он не дозволяет новшества. Вы что, назовете его нововведенцем? Это нечестно и несправедливо. Передатчики и те, кто писали книги по хадисам, они использовали некоторых передатчиков, которые были шиитами, или использовали тех, кто имели некоторые новшества. Несмотря на это, они все равно брали от них хадисы. Вы назовете Бухари суруритом, кутбитом и хваном? За то, что он так делал? Книги Бухари имеют некоторых передатчиков, которые имели проблемы шиизма. Но это уже отдельный разговор. Но в основе это истина. К примеру, есть великие ученые, такие как Ибн Аш'Ас, как Саид Ибн Джубейр, которые вышли против Аль-Хаджаджа, и они великие предводители сунны. Вы их тоже назовете нововведенцами и бедатчиками? Это нечестно. Вы не можете говорить, что человек либо на 100% хороший, либо на 100% плохой. Это метод хавариджей. Это нрав хавариджей. Продолжим. Итак, именно до той поры, пока они продолжают говорить, что мы должны слушаться имама, предводителя, что мы должны подчиняться ему, в этом нет проблем. Мы с ними согласны. Но сегодня это звучит так, как если бы пророк сказал, вы должны слушаться и повиноваться правителю до тех пор, пока не увидите явного правителя Ихвана. И вот тогда вы не должны ему подчиняться. Пока он Ихван. Это то, что они сегодня делают. Взгляните на Ливию. Если вы спросите их, почему эти матхалиты поддерживают Хавтара, они ответят, он же против Ихванов. Но погодите, а кто эти Ихваны? Да вот же правительство Ливии во главе с Араджем. О, они Ихваны? И поэтому вы позволяете себе стоять бок о бок в войне с российскими наемниками под флагом Хавтара? Ихваны, которые являются двойным агентом, посредником Трампа, Макрона и так далее и тому подобное. И сам Мадхали сказал, «Я рекомендую своим последователям встать под знамена Хафтара». «Я призываю Ахлю Сунна объединиться на истине, отдалиться от фитн и не примыкать к другим воюющим группам, а примкнуть к своим братьям-салафитам под знаменем Хафтара». «Пусть Аллах содействует вам». Если правительство Ливии и Ихваны, выходит, что вам дозволено выходить против него, это скандал. Это позор этим людям. Почему? Эти люди демонстрируют ненависть. Сердцем, затем языками, затем своими руками. И сейчас они сражаются под светскими знаменами. Поэтому они умирают вместе с русскими. Почему? Потому что правительство Ливии и Ихваны, по их мнению. Что, Ихван для вас означает явный куфр и неверие? Будьте честны и справедливы. Мы также против Ихванов, я лично критикую их методы. Но только в вопросах религии, а не в вопросах политики, как делаете это вы. То есть вы отказались от своих братьев, мусульман и Ихванов, но вместо этого поглядите, что произошло. И по причине того, что вы сортируете других и используете насмехательские клички, посмотрите в итоге, где оказались вы сами. Под знаменами Хафтара, сражающимися со своими братьями русскими. Мы также понимаем, что их ненависть дошла до такой степени. Что если я скажу «ассаляму алейкум» одному из них в Англии? Он даже не отвечает. Даже если я протяну ему свою руку, чтобы поздороваться с ним, он ее не жмет. Боже мой, это же нрав хавариджей. Они не делают того, что приказывают делать нам. Как, к примеру, что? Вы должны слушаться и подчиняться. Но они сами не слушаются и не подчиняются. Эти Ихваны, которые не являются кафирами, если они кафиры, это уже другой вопрос. Они вводят новшества? Да. Мы не согласны с ними в этом? Да. Но это не означает, что мы должны идти против них и сражаться бок о бок с русскими наемниками из компании Вагнера. Матхали разговаривает как хаваридж. Даже шейх Альбани, и это было до этого, потому что Матхали опровергал суфизм, и шейх Альбани хвалил его за это. Но шейх Альбани также сказал, все книги этого человека жестокие, грубые и беспощадные. Они стали клонами. Клонами Матхали. Они стали грубыми клонами Матхали, как и он сам. И они исказили салафитский призыв и уничтожили его благодаря подобному поведению. Почему? Потому что эти люди не заботятся о возрождении уммы. Они не делают вещей в поддержку уммы, нет. И не ради людей, нет. Это все делается ради правителей. Когда правитель пожелает что-то, они идут и делают это ради него. Например, какой-то определенный правитель выступает против Турции, а не тут же выступает против Турции. А если на следующий день они мирятся, ах, тогда все в порядке. Этот человек, во-первых, он запрещает хизбию, то есть партийность, сектанство. Но хорошо, он против этого. Но он сам стал хизбитом. Но не хизбитом, как Ихваны, нет. А хизбитом ради правителя. И как итог, его последователи повсюду стали фанатичной разведывательной службой. У меня есть его запись, где он говорит, что Ибн Бааз нанес большой удар по салафитскому призыву. И говорить об этом другим. Не говори это обо мне другим. А этот с нападками обрушился на шейха Альбани. Он сказал, наш салафитский путь отличается от салафитского пути Альбани. Последователи Мадхали в Йемене разбомбили множество мечетей и убили около 300 имамов на пятничных утвах. Это недоброжелательные люди. Они искажают ислам наравне, а может даже чуть больше, чем хавариджи. И они переходят границы так же, как и хавариджи. У хавариджей правитель должен быть на 100% благим. В противном случае они выступают против него и убивают его незамедлительно. Он либо должен быть на 100% хороший, либо на 100% плохой. И эти люди, Мадхалиты, делают то же самое, но только не в отношении правителей, а в отношении даавадчиков и шейхов. Шейх у них должен быть либо на 100% благим, либо он на 100% плохой. Мадхали. И кстати, Мадхали имеет очень, очень грубый и грязный язык. Очень грязный язык. Он разговаривает очень грязно. Например, используя слово «дерьмо». Этот заблудший нововведенец надевает на свою ложь одеяние ислама и представляет это как нечто исламское. То есть он ставит дерьмо на золотой стол и говорит, что это от Аллаха, причисла Аллах. Организация, фунд Ранд, американский фунд, он говорит об этих Мадхалитах, он говорит, в них есть пользы, они плодотворны. Они подали иск на американскую полицию. Но итог вот он. Они говорят такое, у меня есть эти документы. Они чрезвычайно фанатичны в отношении своего шейха. До такой степени, что Мухаммад Мадхали сказал, «Кто посетит Мекку и не посетит нашего большого шейха Раби Амадхали, то он лицемер». Почему он не может посетить нашего шейха, когда он совершает умру и хадж? Я был свидетелем этого. Как-то я хотел прочесть лекцию в одной из мечетей. И один из их людей сказал мне, «А где ты получал знания? Кто твои шейхи?» Это же чистой воды провокация. Я спросил у него, «Ты посещаешь парикмахера? Стрижешь свою голову?» Он ответил, «Да». Я сказал ему, «А ты разве спрашиваешь у парикмахера, образован ли он? И кто его обучил этой профессии?» «Ты его спрашиваешь об этом?» Он ответил, «Нет». «Тогда зачем ты спрашиваешь меня?» «Просто загугли мое имя и посмотри обо мне и моих плодах». «Если я тебе не нравлюсь, ты не должен допрашивать меня». Они допрашивают людей. Каждый их человек приходит и говорит, «Ммм, кто твой шейх?» И да, в иных обстоятельствах они могут и не спрашивать вас, но они набирают номер, чтобы пробить твое имя. «Алло, это наш шейх из Саудовской Аравии?» «Знаете, у нас здесь шейх появился, который хочет дать лекцию, его зовут Димашкия». «А? Кто?» Ну, хорошо, хорошо, все понятно. Они стали сектантами. Они изолировали себя и образовали секту. Потому что они говорят каждому священнослужителю, «Мы не повинуемся и не послушаемся до тех пор, пока не получим ответ от нашего шейха из Мекки». Разве это ислам? Нет, это не ислам. Это хизбитский, сектантский путь, против которого они возражают и выступают, но в который они сами впали. Хизбит, хутбит, сурурит – вот эти слова, которые они используют против. Но они возвращаются к ним сами. Шейх Фаузан обвиняет Рабия Амадхали в том, что тот мурджиит. Мурджиизм или Ирджа – это откладывание на потом своей религии или дел религии. Эти люди видят беспредел своих правителей, но продолжают удерживать мусульман и не говорят об этом. Они видят, что беспредел имеет место быть. И один из них – это человек по имени Абдул-Азиз Ар-Раис. Он говорит, вы должны терпеть, вы должны слушаться и подчиняться. Даже если вы увидите, что ваш правитель строит любовь, спит с женщиной на ТВ, и люди ложно утверждают, что салифы считали деяния столпом имана. Этот человек лжец. Кто он? Шейх, его имя Рабия Аль-Мадхали. Нет, это ложь. И эта Ирджа привела к тому, что они потеряли часть своей веры. Потому что их ревность проявилась в благосклонности к правителям, а не в благосклонности к Господу и его религии. Один из правителей по имени Аль-Маамун, он был спрошен о мурджитах, откладывающих религию. Он ответил, это религия королей. Это и есть мадхалиты. Религия королей. Куда бы они ни пошли, они доносят королям и правителям на людей. Пусть Аллах защитит нас от зла этих людей, которые посвятили себя злословию и доносу на людей призыва своим правителям. Он постоянно гордится собой. Видит себя чрезвычайно превосходным ученым. Который предпочитает себя вместо ранних передатчиков, таких как Ибн Абу-Хатим. Или даже Аль-Бухари. Он говорит, если бы эти люди делали тот же самый глубокий анализ и исследование, что и я, они бы не превысили мои знания. Потому что у меня есть основательные знания, которые показывают, что этот человек ненормальный, он тщеславный, что он жестокий, и его секта уничтожает салафитский призыв, убивает его кинжалом в спину. Аль-Бухари. Продолжение следует...